итак всем привет дорогие друзья всем доброго времени суток не знаю кодом день и ночь утро да и в общем не важно пришел ко мне на обзорчик значит на обзорчик распаковку nokia n95 и китайцы как всегда своем репертуаре сделали кое-что не так чтобы вы могли подумать что здесь не так они так то что они коробку сделали шиворот на вот такие у нас ребятки китайцы так что в общем это не проблема коробочка мы вывернем комплектик у нас сам телефон зарядное устройство тоненькая зарядочка вот такая вот наушнички здесь обычные гарнитуры usb кабель микро нет это мини usb и значится ману 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 дисплей индикатор ставь туда сюда все на английском а желудок но и китайском ну в общем коробка наша вывернута так смотрим наш сам телефончик у нас так 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 и вот наш аппаратик внешний вид поглядим что тут да как пленочка здесь пленка 35 миллиметра динамик это у нас что такое непонятная вставочка какая-то так камера у нас аж карл зайц однако камера у нас так на 5 мегапикселей апертура там что-то цифры какие-то 2.8 и 5.6 так вот у нас разъем через usb и разъем для зарядки это у нас по-моему для ремешка цеплять и носить на шее вместо колокольчика ну и в общем кнопочка у нас под камеру отдельно кнопочка переключение окажется видео на великолепию так это у нас регулировка громкости два динамика здесь по ходу так в общем вот такой у нас есть шеветку подключение так значит у нас выглядит выглядит хорошо еще никаких зазоров нету все нормально все собрано хорошо так батареечка у нас был 6 и крышечка крышечка закрывается хорошо все замечательно у нас выключен у нас клавиатура с русскими буквами как видите не наклейки нормально клавиатура без всяких там береге у нас плеер конечно же сейчас мы включим посмотрим что там у нас да как вот а все накинешь на 5 это конечно же был телефончик такой ух свое время очень даже популярный хороший когда-то он стоил если не ошибаюсь по-моему 500 баксов он стоил так N95 у нас здесь 8 гигабайт встроенной памяти флэшку конечно же кажется поддержку точно не помню помню да так русский язык у нас уже здесь стоит сообщение туда-сюда нажимаем нажимаем кнопку и должны попадать в меню камера вот так что нибудь снимем автофокус даже есть круто вот так вот у нас снимается снимать неплохо конечно же он современными телефончиками вряд ли будет тягаться но камера здесь неплохо по крайней мере лучше чем самый дешевый китайцы вот так и чё там как же там по моему проверять надо этот самый 400 решетка на так версия 0501 у нас м320 2008 года что там дальше нету так где у нас тут вай фай по моему должен быть да да вай фай есть сейчас посмотрим обновление найдены сети вилан начать просмотр хорошо так наша сеть вилан так а а как стереть интересно как стереть я не знаю я не знаю я совсем ничего не знаю так ладно сейчас попробуем подключиться так где тут у нас это конечно будет долгий процесс так ладно потом протестирую потому что это надолго извиняюсь за свой кашель сейчас такое время все валеют 1 вот у нас значит такой аппарател аппарател м95 связи тоже буду потом проверять уже в полном обзоре все тестировать блютуз вай фай как он там в интернете серфится я конечно же понимаю что это телефончик такой очень слабенький здесь процессор само по моему 1-ядерный 300 мегейспрос и 128 мегабайт оперативы аж ух ну тогда было это много и 8 гигабайт встроенной памяти ты шоуууууууууууууууууууууууууууууу ничего себе вот так что здесь даже камера есть для видео вызовов вот не знаю там она снимает на фронталку или не снимает селфи сейчас посмотрим как переворачивать интересно так тут я вижу только переключение между фото и видеосъемкой переход режим видео селфи она похоже не снимает а зря зря как-то они тогда в 2008 году упустили этот моментик потому что уже уточки и в то время появились хотя когда их не было ну в общем то качество аппарата меня устраивает здесь даже а что спереди спереди какой-то датчик света наверно или что это кто в курсе она напишите в комментариях если что посмотрим что у нас динамик а то это не вкус задняя крышечка упрекотно вот такой вот у нас телефон из прошлого nokia n95 все еще продаются все еще работают в общем для тех кому нужен смарт нужен кнопочный телефон то лучше купить сталенький n95 чем новые там и всякие душу шмутку ну если конечно по моему две sim карты нужно конечно душ можно прикупить если душа в принципе всякие самсунги выпускают по моему а ну самсунг точно выпускают lg и lg выпускают вот кто там еще у нас якул конечно не выпускают нас ищите си выпускает ну вы чтите си конечно кнопочных нет по крайней мере я ни разу не вижу что он кнопочку выпускать можете по поводу этого дела в комментариях написать выпускали ли лги когда-нибудь кнопочные телефона так что так вот аппаратик в целом у нас материалы корпуса тут пластика все пластика не грамма металла все полностью пластиковая ну в общем работоспособный аппарат все нас устраивает камера работает фотографирует все замечательно звук это мы все потом будем тестировать вот может быть даже видео поснимаем поглядим как она будет записывать связь я проверю вай-фай проверю и в общем-то уже с ним полный обзор на этот телефон хотя я даже не знаю чего этом обозревать буду потому что посол это обозревать нечего но постараюсь вот такой у нас мобильный аппарат так что если кому интересно будет смотреть обзор вот ставим лайки пишем комментариях я по возможности его сделаю для вас вот такой у нас сегодня был телефончик это был канал gadget x ставим лайки комментируем подписываемся на канал всем спасибо пока